Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономический недельный обзор, подготовленный специально для вас командой ИнстаФорекс. С вами я, Тахмина Соломова. В пятницу два из трех основных фондовых индекса США закрылись с потерями. В то же время значение индекса NASDAQ выросло до 6 570,94 пункта. Поддержку индексу высокотехнологичных компаний оказал отчет о запасах полупроводников. Промышленный индекс Dow Jones упал до 23 422,21 пункта. Акции компании Intel и Merck продемонстрировали наибольшее снижение. При этом стоимость акций Disney поднялась на 3%, ограничив дальнейшее падение индекса 30 компаний. Индекс Standard & Poor's 500 опустился до уровня 2582,30 пункта. Акции Johnson Controls показали наихудший результат, просев на 4,1%. Индекс ASNP вырос до рекордно высокого уровня в среду, но завершил неделю снижением на 0,2%. За неделю индекс Dow Jones упал на 0,5%, а NASDAQ на 0,2%. В четверг основные индексы снизились более чем на 1%, но восстановились и закрылись значительно выше сессионных минимумов на фоне публикации налогового плана Сената. Финансовый комитет Сената опубликовал проект налоговой реформы, который не совпал с планом, разработанным Трампом. Одно из ключевых отличий – предложение отложить сокращение корпоративного налога с 35% до 20% до конца 2019 года. Два проекта налоговой реформы будут обсуждаться перед окончательным выбором варианта. Инвесторы сомневаются, что план реформ будет принят до Дня Благодарения или даже Рождества. Опасения снижения высокодоходных облигаций также оказывали давление на акции на прошлой неделе. В секторе розничных продаж был отмечен рост прибыли, акции компании JCPenney поднялись в цене на 15,3% благодаря квартальным результатам сильнее ожидаемого. Отчеты компании Nordstorm также оказались лучше прогнозов, но стоимость акций снизилась из-за спада сопоставимых продаж, которые являются ключевым показателем для розничных торговцев. Акции некоторых крупнейших технологических компаний закрылись в пятницу с понижением, включая Facebook, Netflix и Alphabet. В этом году технологический сектор демонстрирует самые лучшие результаты. Акции Walt Disney подорожали на 2,10 доллара или 2%, до 104,78 доллара на новостях о том, что компания получила платежи выше ожидаемого от кабельных компаний для доступа к каналу ESPN и рассказала больше деталей о планируемых потоковых сервисах. Кроме того, компания сообщила о планах запуска новой трилогии «Звездных войн». Фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» вышел в конце 2015 года и собрал около 2 миллиардов долларов. Поэтому у инвесторов большие надежды на последних джедаев, которые выйдут в следующем месяце. Вы смотрели недельный обзор рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. Мы желаем вам прибыльных торгов и до скорой встречи!